От созидательных идей От лжи, что станет им итогом одно спасение Стать умней, сознаться в слабости своей И больше зря не спорить с Богом Наум Коржавин 19 век Очень особенный В России еще не убили Пушкина А в Германии уже родился Маркс Две эпохи столкнулись лоб в лоб События теснят и торопят друг друга Сплетаются в клубок научных и технических сенсаций Человек уже независим от расстояний Он взглянул на землю с высоты птичьего полета Застучал телеграф Зазвонил телефон Наступает эра информации Растут заводы и фабрики А значит на горизонте изобилие А главное все это реально К этому можно прикоснуться Этим можно пользоваться Обогащая свою жизнь К этому приятно привыкать Будущее видится как картинки из романов Жюль Верна Чудо-машины преображают мир Разум торжествует Человек покоряет природу и утверждает себя Он всесилен Он Бог В то время еще никто не знал Как опасно назначать себя Богом Потому что во многой мудрости много печали И кто умножает познание Умножает скорбь Субтитры создавал DimaTorzok И так человек взлетел на крыльях прогресса И стал высматривать Что бы еще такое преобразовать Не повезло социальному устройству Но если законы природы подчиняются формулам Законы социальные покоятся на религии и государственности Подпилить оба этих столпа одновременно Еще никто не пробовал Боялись И тогда эпоха призвала смельчаков Во-первых Эйфория прогресса породила миф о сверхчеловеке Белокурой бестии Вначале к этой теме осторожно прикоснулся Шопенгауэр Потом ее довольно громко сыграл Вагнер А уже ближе к концу века Трудами гениального безумца Фридриха Ницше Сверхчеловек прочно укоренился в умах Заметим В 1889 году Когда Ницше создавал свою книгу Воля к власти Родился самый рьяный его почитатель И главный сверхчеловек Адольф Шикольгрун Во-вторых Как-то разом сбрендила передовая интеллигенция Отточила бойкие перья И вонзила в государственные устои Не сознавая, что втыкает их себе же в зад Попробуйте объяснить феномен Просвещенного фабриканта Энгельса Который сам за собственные деньги Создает учение о том Как разорить и удавить фабриканта Энгельса Учение заключалось в том Чтобы пойти и отнять Это было симпатично Это возбуждало Это было гораздо веселее Чем давать дневную норму И, наконец, третье Человек обрел свою родословную Отказавшись от божьего отцовства Он назвал своим предком обезьяну Правда, Дарвин выдвинул эволюционную гипотезу Сделав тысячу оговорок И во главе эволюции Все-таки усматривал Творца Но материалисты сомнения отбросили Им был нужен человек Который сам по себе Которому все дозволено Так человек обретал новое самосознание Да вот беда Все тормозилось многовековым моральным кодексом Христианскими традициями Социальное равенство в земной жизни не предусматривалось Братство означало все прощения А главные средства классовой борьбы Убийства, грабеж и сотворения кумиров Были под запретом Ну, путался он под ногами, этот бог Не давал взмахнуть крылами Но и тут эпоха помогла дерзким новаторам Массовые передвижения между континентами Обогатили мир не только колониальным сырьем Но и мудростью Востока Эта мудрость была демократична и свободна от догматов Она манила экзотикой Сулила тайные знания в короткие сроки И принуждала лишь к одному Расслабиться и получать удовольствие С середины века расцветают оккультные науки и спиритизм Прогрессивное человечество общается с доступными болтливыми духами По Америке и Европе будто в вальсе кружатся столы Расстроганные родственники беседуют с милыми сердцу покойниками Русский самородок Елена Петровна Блаватская Дарит миру теософию Учение, основанное на оккультных знаниях Древнего Востока Тех самых знаниях, от которых церковь предостерегала 1800 лет Называя их сатанинскими Новое учение Елена Петровна придумала не сама Его нашептали ей тибетские духи-наставники Нашептали в прямом смысле на ухо Оставаясь при этом дома в заоблачной Шамбале Нашлись охотники подправить христианство 19 век породил свидетелей Еголы, Мормонов, Толстовцев, Адвентистов, Малакан Духовные шатания дали результат Прочно сбитый христианский мир стал терять свою прочность Новейшие апостолы уже не скрывали своей цели Классики марксизма писали Принципы христианства превозносят трусость, самоунижение, смирение, покорность Словом, все качества черни Из России откликался Дмитрий Иванович Писарев Христианство создается воображением на почве бедствий и страданий Реплика масонов Важнее всего не дать новым поколениям сохранить в своем духе Хотя бы малейший след христианских догматов Из статьи Блаватской в Пэлмэл газет Наша цель в том, чтобы смести христианство с лица земли Нравы действительно стали проще Появилась первая фотопорнушка Русские бомбисты Дамы на велосипедах Пулемет Максим И широчайшая практика для венерологов Свобода мысли входила в моду Теперь, поколебав нравственные основы Можно было расплющить все остальное 1871 год Парижская коммуна Первый опыт в череде пролетарских революций Церковь отделена от государства Поджоги, расстрелы, дележ чужой собственности Народ ликует по уши в крови О своей причастности к парижской коммуне Заявили масоны Смаковали перспективы Когда самодержавная Россия Сделается цитаделью христианства Мы спустим с цепи революционеров и безбожников И вызовем социальную катастрофу Которая покажет всему миру Абсолютный атеизм Как причину одичания и кровавого беспорядка Тогда люди примут всемирную проповедь Люциферианского учения Поясним Люциферианское учение Это поклонение сатане КОНЕЦ КОНЕЦ Двадцатый век Он не просто пришел на смену девятнадцатому Он из него вытек Логично и адекватно Огонек, зажженный в годы всеобщей эйфории Пробежал по фитилю И добрался до пороховой бочки Ахнуло так, что потемнело в глазах КОНЕЦ 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 Как у Жуля Верна не получилось Получилось много гажа Но именно двадцатый век с его бесконечными мясорубками Доказал, что человек на должности бога Аттракцион смертельно опасный Возник вопрос А действительно ли хомо сапиенс? Ну, например Наши города Это огромные пространства Залитые активным канцерогеном асфальтом Именно здесь Вполне сознательно Роятся сотни миллионов людей Живут в полную силу И ждут, когда рак свистнет Чего же тут разумного? Увлеченные производством материальных благ Мы параллельно производим 24 миллиарда тонн углекислого газа в год И выбрасываем его в атмосферу Туда же летят сотни миллионов тонн вредных отходов Чтобы покончить с атмосферным вопросом Как можно быстрее Человек ежегодно изводит 150-200 тысяч квадратных километров Тропического леса То есть источник кислорода От которого впрямую зависит его жизнь Разумно? Продолжается многолетняя борьба за справедливость В мире изобилия Миллионы людей умирают от голода Миллиарду Недоступна медицинская помощь Положившись на разум, мы изживаем инстинкты Например, инстинкт материнства Ежегодно 150-200 миллионов детей Расчленяются прямо в материнской утробе С полного одобрения папы-мам Но биологический вид Не заинтересованный в размножении Это нонсенс мироздания Это сухая ветвь, которую положено отсекать В недрах истории не сработал механизм, который считался надежным Казалось, вместе с наукой и техникой Будет прогрессировать и нравственность Увы Не сложилось Человек ослеплен своей правотой и всесилием Он утрачивает способность соизмерять себя с природой Мы завоевали космос Мы обуздали атомную энергию Мы покорили природу Поразительно Как при таких потенциалах мы до сих пор не победили кариес и лобковую вуш Вы обратили внимание? У нас постоянно что-то взрывается, падает, вспыхивает, рушится Мы уже не в силах удержать в руках все, что насочиняли для собственного комфорта Любая средневековая война детские лепят в сравнении с месячной сводкой техногенных катастроф Мы создали индустрию по производству трупов И она работает 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 на износ Парадоксально, но мы не сумели изобрести ничего такого, чтобы не обернуть с ней И она вернулась нам во вред Научно-технический прогресс, такой ласковый в начале 19 века, становится диктатором Он формирует сознание, он пробуждает в нас стихию потребления, стяжание благ как цель и способ жизни Мы торгуем детьми и внутренними органами, мы заменяем их как детали механизма Подспудно мы это чувствуем, инстинктивно боимся Поэтому погружаемся в неведомый доселе виртуальный мир Где не надо терпеть и сочувствовать Где лишним является все, кроме меня И не здесь ли начало религии и социологии 21 века? Состояние все приятнее, вы теряете тоску, печаль Вы делаетесь радостными, радостными делаетесь Ну вот, прогресс победил Мы стоим на педестале из компьютеров и шаттлов Казалось бы, чего еще? Но нет Нас пожирают тоскливые предчувствия Отрицать этот факт наивно Миллионы людей мечутся в поисках успокоения Кто-то отдается психоаналитикам, кто-то шаманам Одни уходят в секты, другие в уфологию, третьи в суицид Говорят, цивилизация давит на психику Да не на психику, на душу она давит На горизонте истории маячат недобрые тени И даже самые научные ученые подтверждают, что всему бывает конец Молитва Человек перед лицом Бога Похоже, наука достигла края В лабораторных условиях приборы фиксируют то, чего не может быть Человек в полном сознании, но кора головного мозга отключена Феномен подлинной молитвы Диалог на неведомом уровне сознания Диалог о чем? Да, в общем-то, старый разговор О начале и конце, между которыми существует история Для кого-то просто цепь событий Для кого-то пространство общения с Богом И если потребности в таком диалоге у человека нет История становится излишней Она перестает быть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В глухую стену наших амбиций Две тысячи лет тихо стучится христианская апокалиптика Переворот представлений о причине и следствии Люди погибнут не в результате вселенской катастрофы Вселенская катастрофа Наступит в результате человеческих беззаконий Как вам нравится такая логика? Мы хотели повелевать миром Его судьба отдана в наши руки Почему же мы прячем их за спину? Почему, стремясь к вершине, забываем, что это точка, с которой есть только два пути Либо вверх в небо, либо вниз в пропасть КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok